я на связи здравствуйте уважаемые коллеги и сегодня мы с вами поговорим о психологически безопасно комфортно образовательной среде много мы о ней говорим но к сожалению добавляется и риски которые казалось бы уже налаженную психологически безопасную среду изменяют делает ее опять некомфортной для всех субъектов образовательного процесса но прежде всего мы с вами опять же в единый в едином поле посмотрим все определения которые соответствуют терминологии нашего вебинара ну и прежде всего естественно ключевое слово здесь образовательная среда подходов к образовательной среде понятию образовательная среда очень очень много но я выбрала наиболее авторитетные наиболее используемые и прошу вас тоже с ними ознакомиться по мнению витольда альбертовича ясвина образовательная среда это система влияний и условия формирования личности а также возможности для ее развития содержащихся в социальном пространстве на предметном окружении чаще всего когда говорят говорим об образовательной среде имеем в виду не только само учебное учреждение учебное заведение но это окружение те взаимосвязи которые в которых находится данное учреждение я думаю что мнение доктора психологических наук профессора московского государства и педагогического университета для нас с вами достаточно авторитетным следующее по мнению сергей битлевича деряба доктора психологических там заведующего кафедры психологического консультирования института имени герцома российского государственного унитарного университета это образовательная среда это совокупность всех возможностей обучения воспитания и развития личности причем здесь он учитывает как позитивные так и негативные мы с вами знаем очень хорошо что негативный опыт зачастую бывает более продуктивным несмотря на то что причиняет определенный дискомфорт неудобства а иногда и травмирует субъекта но тем не менее это окружение эта жизнь и без этого мы это мы с вами не не можем устранить по мнению ирина александровна байлевой доктора психологических наук профессора кафедры психологии развития образования российского государства педагогического университета образовательная среда эта система влияние и условий формирования личности по заданному образцу и возможности для ее развития содержащихся в социальном и пространственном предметном окружении то есть как видите это совокупность чего-то то есть возможности обучения и окружение то есть то окружение которое дает возможность эту совокупность реализовать и развить эту личность ну и я вот для себя такое краткое потому что я делаю такую выборку это психолога педагогическая реальность которая содержит специально организованные условия для формирования личности ну почему личности понятно потому что итог у нас это не только образованно образованный человек то есть человек владеющий определенными знаниями но и личность которая имеет определенные возможности нравственного морального этического плана имеет возможности стремления цели цели устремления цели полагания для реализации того что тех знаний которые в нее за это время вложили ну и хотелось бы более подробно остановиться на том что же так что же понимают многие авторы под психологической безопасности раз мы говорим что прежде всего это психологические условия которые должны окружить субъектов причем мы не будем говорить сегодня только об обучающихся этот субъект и все абсолютно это и администрация и педагоги психологи и социальные педагоги и родители которые общаются с главным субъектом это обучающихся ну и что же такое психологическая безопасность давайте мы с вами поговорим о состоянии сохранности психики человека сожалению наблюдая вот за последние 10 лет я обратила внимание что количество детей ну я как психиатр естественно на это волей или не волей обращаю внимание количество детей с отклонениями психического здоровья возраст возросло на проценты не просто на несколько человек сотни но на проценты это связано со многими проблемами ну прежде всего на мой взгляд это не здоровая информационная среда потому что информационная среда позволяет родителям отвлекаться постоянно и в эту же информационную совершенно недоступную еще для мышления ребенка среду помещать его что естественно и изменяет психи психическое здоровье ребенка но самый простой пример почему стало много логопедических проблем посмотрите мультфильмы на некачественных каналов то есть на дешевых достаточно каналов потому что родители большинство предпочитает подключаться к дешевым каналам и естественно подключает к ним же и своих детей у которых уже есть смартфоны есть планшеты и ребенок целый день тыкая пальчиком что-то там ищет из кем-то там разговаривает кто-то с ним разговаривает с этого экрана ребенок не получает обратной связи а перевод в этих мультфильмах иногда бывает дубляжным то есть идет два звука две фонемы одновременно или бывают очень неприятным очень неправильным особенно это касается японских китайских мультфильмов которые перевирают слова используют мимишные какие-то интонации и ребенок естественно не получая правильного звука он естественно усваивает эту речь это тоже одно это человек который не может высказать правильно доступно для других людей информацию естественно он будет психологически психически не защищен потому что кто-то будет над ним смеяться чуть подальше родители будут его ругать я вам расскажу случай который произошел с моими близкими родился долгожданный малыш рыжий толстенький и все решили его с ним разговаривать на уси-куси мальчишка хороший с хорошим интеллектом под хороших родителей но больше десятка близких взрослых самый маленький из которых была шестилетняя сестра стали с ним таким образом разговаривать несмотря на все мои увещевания это очень близкие мои друзья я объясняла что ребята сейчас он воспримет это все и потом он переделать ничего не сможет я пыталась разговаривать естественно нормально но я не каждый день была и ругаться с родителями при ребенке тоже я не могла понять они меня не могли но в пять лет они решили что скоро в школу идти а мальчик то рыжий а мальчик то толстый а мальчик то еще и разговаривать не умеет и они стали его переучивать ну причем переучивание было прямо противоположно тому как с ним разговаривали до того до сих пор они просто орали говори правильно опять же несмотря на мои увещевания что ребят вы прежде чем орать на него вы говорите правильно ему это слово он большой пусть слушает как мы разговариваем проблем у пацана было очень много психологически личность нездоровая замкнутая сейчас я могу это уже сказать про личность потому что ему двадцать семь лет ну вот да у него есть свой круг общения но он очень маленький он зажат во многих своих проявлениях профессиональных не может показать что он имеет несмотря на на полученное хорошее образование а все это было в самом начале следующая причина почему у нас возрастает количество детей с психическими отклонениями я не говорю про заболе ханистатистика заболеваний психических она остается приблизительно такой же как на уровне мировых статистик а дело в том что появилось значительное количество детей значительное количество детей преждевременно рожденную Преждевременное рождение – это всегда повреждение центральной нервной системы. Всегда. В той или иной степени. Это больше или меньше, в зависимости от срока преждевременных родов. Это зависит от того, какое проводилось лечение у ребенка, адекватное, неадекватное, вовремя, не вовремя. Были реабилитационные курсы. Я сейчас разговаривала с представителем центра абилитации. И она мне сказала, что подавляющее большинство детей абилитацию до года не проводится. Не проводится. То есть не проводится восстановление тех функций, которые не были или не развиты в силу раннего рождения, или были повреждены во время родовой деятельности. Все это приводит к тому, что, естественно, центральная нервная система выдает и поведенческие какие-то определенные феномены, и в то же время это касается и познавательной сферы, что тоже относится к психическому здоровью. Ну и третье это система воспитаний. Воспитание, которое сейчас используется от полного безразличия до крайней формы жестокости. Мы с вами об этом слышим. И все это мы называем насилием над ребенком. А любое насилие, даже, казалось бы, во благо ребенку, это всегда будет насилием. То есть это всегда изменяет психическое здоровье человека. Ну и мне хотелось назвать несколько общепринятых положений о том, что же это такое, критерии психического здоровья. Для того, чтобы вы понимали, о каком здоровом человеке, к какому здоровью мы стремимся, создавая вот эту психологическую безопасность. Ну, прежде всего, это осознание и чувство непрерывности, постоянство, идентичности своего физического и психического «я». Вот я вам задаю вопрос, кто вы? Ответьте на этот вопрос сами себе. Кто вы? Кто-то ответил человек, кто-то ответил женщина, кто-то ответил учитель, кто-то ответил мама. То есть вы, если являетесь мамой сейчас, то через пять минут вы будете мамой являться? Естественно. Завтра вы будете мамой? Будете, естественно. Если вы работаете в определенном месте, ну, мы все педагоги, значит, вы и завтра выйдете на работу, и послезавтра и будете учителем прежде всего. То есть вот это осознание и чувство непрерывности. То есть я непрерывно и пока постоянно являюсь тем, кем я себя считаю. Следующее. Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях. Ну, мы с вами уже в одном из семинаров говорили о том, что эмоциональное выгорание, да. Так вот, если у нас его нет, если мы психически здоровы, потому что эмоциональное выгорание – это тоже уже психические нарушения определенные, то есть нарушение эмоциональной сферы, а эмоциональная сфера – это психическая сфера человека, то, естественно, мы с вами в каждой идентичной ситуации будем действовать однотипно. Ну, какие ситуации? Ну, любые. Ученик плохо отвечает, как вы реагируете. Ученик хорошо отвечает, как вы реагируете. Естественно, если это сегодня хорошо отвечал ученик, который учится у вас на дне двойки, то реакция какая у вас будет? Ну, разная, скорее всего, потому что от недоверия, почему это он вдруг сегодня выступил очень хорошо, до восторга, что наконец-то он показал все свои возможности, и, значит, вы были правы, что когда говорили ему, что он просто лобер. Следующее. Соответствие психических реакций, силе и чистоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям. Ну, про адекватность можно говорить очень много, но, как правило, в общем-то, вот я привожу студентам такой пример, достаточно понятный, мы сидим с вами на занятиях, за окном что-то очень сильно падает, с грохотом, с пылью, что делаем мы? Ну, кто, как, опять же, у каждого своя будет реакция. Соскочили, кто-то в окно побежал смотреть, кто-то быстрее-быстрее убегать, кто-то присел. Ну, если завтра состоится то же самое, и послезавтра, то есть каждый день будет у нас за окном с таким же грохотом, пылью, что-то падать. Как мы на третий, четвертый, пятый день среагируем на это? Ну, скорее всего, просто повернемся в сторону окна и будем продолжать занятия. Следующее. Способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами и законами. Но здесь я еще добавлю в соответствии с возрастом. То есть у каждого возраста эта способность самоуправления будет разная, но она должна быть обязательно соотносить, она должна соотноситься обязательно с социальными нормами. Следующее. Способность планировать собственную жизнедеятельность, реализовывать эти планы. Ну, это зависит от того возраста, от опыта, от семейного социального статуса и так далее. Ну, пример такой. Если я буду высказывать желание стать там какой-нибудь чемпионкой в каком-то виде спорта, ну, наверное, если только я поднатужусь, это будут шашки какие-нибудь, шахматы вряд ли. Это будет не совсем адекватно, потому что у меня возраст, я спортом очень давно не занималась, хотя занималась во время фигурным катанием. Но если я буду говорить о том, что я выпущу статью в декабрьском номере одного из журналов, то это будет адекватно. То есть я спланирую свою жизнь не обучению шашкам, которые, в принципе, я умею играть, но чемпионом я не стану. Вероятно, просто, наоборот, мне нужно будет бросить все и заниматься только этим. Но, тем не менее, вот это будет обуславливать мою адекватность планировать. Ну, и способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств. Изменились обстоятельства, изменились. Ну, какие обстоятельства, ну, например, в моем возрасте из меня могут измениться. Но я могу уйти с работы или перейти на другую работу. У меня через неделю появится очередная внучатая племянница, малышка. То есть обстоятельства в нашей семье изменятся, потому что придется всем нам помогать племяннице долгожданно. Правда, еще не говорят, как ее назовут. Но, тем не менее, мы будем как-то приспосабливаться, потому что, действительно, первый месяц – это очень тяжелое депрессивное состояние может быть, и физическая усталость, и все что угодно. Но мы приспособимся к этому. Я поменяю расписание, кто-то еще что-то. И мы постараемся каждый день быть с ней в течение всего дня, пока она находится одна. То есть это будет говорить о том, что мы психически здоровые люди. Мы ждем этого малыша, и мы очень хотим, чтобы и малышка, и ее мама были здоровы, и малышка росла тоже здоровой. Но вот то, что касается психики человека. Поэтому, чтобы сформировать, начиная с первых шагов ребенка в образовательном учреждении, для этого вот мы и будем создавать эту среду для того, чтобы осознание, полноты, постоянства, адекватность поведения, изменение поведения в ситуациях, поведение в однотипных ситуациях, было на протяжении всей жизни, что поможет человеку реализоваться. Следующее – это сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, социальных групп, общества. Ну, это вытекает прямо из сохранности психического здоровья отдельного человека, отдельной личности. Ну, и мы с вами знаем очень хорошо, что существует и здоровая личность, существует и нездоровая личность, существуют серьезные психические нарушения в виде акцентуации характера. Хотя мы не считаем это с заболеванием психическим или отклонением, но тем не менее это пограничное состояние личности человека, психической его сферы с нормальными принятыми в данном обществе. Не будем забывать, что мы говорили с вами все время о социуме. Устойчивое развитие нормального функционирования человека в взаимодействии со средой. Ну, здесь главное, конечно, это умение увидеть угрозу, любую угрозу, начиная от психологической, от физической, кончаясь психическими, и умение создавать безопасные отношения. Не лезть на рожон, не лететь, как мотылек на огонь, понимая, что этот человек нездоров и ни к чему хорошему это взаимодействие не приведет. К сожалению, ко мне приходят частенько молодые девушки вот именно с такими вопросами. Каким образом продолжать ли взаимоотношения с молодым человеком, у которого явные проявления психопатической личности, или не продолжать? Ну, если есть возможность прекратить эти отношения, их невнедленно нужно прекратить. Психически больного человека, особенно это касается психопатических личностей, мы с вами скорректировать не сможем полностью. Будут периоды компенсации, будут периоды декомпенсации. Периоды декомпенсации, к сожалению, заканчиваются трагедиями, которых сейчас стало все больше и больше. А почему у этих трагедий становится больше? Ну, во-первых, информированность стала, конечно, информационное поле расширилось. Ну, и во-вторых, то, что приводит, выше я вам говорила, вот к формированию вот такой нездоровой личностью. Ядерных психопатий, то есть психопатий генетически обусловленных, их не так много, и, в общем-то, мы с вами больше будем говорить о приобретенных вот этих состояний. Так, дальше. Это возможность среды личности по предотвращению и устранению угроз. То есть насколько личность может увидеть эту угрозу для себя лично или для того сообщества, в котором она находится, и знать способы устранения этой... Ну, это давайте возьмем самую простую, конфликтная ситуация. Это тоже угроза, потому что в конфликте используется насилие, используются агрессивные признаки. Поэтому здесь нужно тоже об этом не забывать. Ну, и это состояние среды, которое создает эту самую защищенность, в котором нет насилия, в котором реализуются все потребности, и прежде всего потребность в общении. Ну, и, естественно, что все это будет обеспечивать психическое здоровье включенных участников, то есть субъектов, в данном случае образовательного процесса. Психологическая безопасность – это та характеристика образовательной среды, которая говорит о том, что образовательная среда развивается, способствует сохранению психического и социального здоровья, и в ней исключены все виды насилия. О насилии мы сегодня не будем говорить, потому что это отдельная большая тема, поэтому, естественно, что я буду вскользь касаться, думая, что вы с этой темой знакомы достаточно. Психологически безопасной средой считается та среда, в которой большинство участников имеют положительное отношение к этой среде, ну, будем говорить, к образовательному учреждению. Ну, в чем это будет проявляться? Малыш маленький с удовольствием бежит в детский сад, не хочет оттуда уходить, потому что ему там хорошо, он играет, у него там друзья, он сыт, поспал, погулял, к нему все очень хорошо относятся, и, естественно, что ему нужно закончить какую-то игру. Ученик с удовольствием идет в школу, не просыпает, не опаздывает, у него достаточно много друзей, он участвует в общественной жизни, у него есть планы, соответственно, его возрастом, он имеет удовлетворенность тем, что он взаимодействует не только с одноклассниками, но с кем-то еще. Очень хороший эксперимент был, интереснейший, мы сидели, честно говоря, плакали, был проведен у нас в школе. Была битва хоров. Причем в хоре участвовало 60 человек почти, это был старший класс и более младше, с пятого по девятые классы. С чего добились мы вот за этот месяц, когда дети репетировали перед галоконцертом, мы добились того, что две совершенно разные параллели возрастные объединились, и был очень строгий график аренда актового зала, музыка, они бегали, придумывали костюмы, они показывали младшим, как это делать, подтанцовка и все. То есть за целый месяц они, вот эти совершенно разные ребятки, они между собой, ну, не подружились, но во всяком случае научились взаимодействовать. Младшие стали уважать старших, старшие стали понимать, что малышам нужно объяснять больше и дольше, и, может быть, как-то влиться, как это делать, потому что, да, действительно, они еще пока не все понимают. Ну и когда состоялась, собственно, битва хоров, я говорю, что мы сидели, и, честно говоря, вся администрация, все учителя, мы тихонечко плакали, потому что эксперимент удался, и это было очень здорово, и дети благодарили. Это повторялось уже несколько раз у нас, и эффект от этого не изменяется. Ну, главная концепция психологической безопасности образовательной среды – это та система взглядов всех субъектов образовательного процесса по обеспечению защищенностью участников от угроз. Ну, без родителей мы здесь не обойдемся, без классных руководителей тоже, социальные педагоги, психологи, администрация. Позитивное развитие – это тоже, и психическое развитие в процессе педагогического взаимодействия. Ну, то есть все, мы повторяем с вами то же самое, не изменяя всему. Ну, вот здесь немножко... Я хотела схемку сделать. Она у меня немножко маленькая. Ну, вот это образовательная среда. Вот все то, что защищает от внешних угроз, вот этот, собственно говоря, психологически здоровую личность. Психологически здоровая личность я специально не написала обучающейся, потому что образовательная среда, она должна каждого субъекта, участвующего во взаимодействии, сделать максимально психологически здоровой личностью. Родителей, персонал, администрацию, учителей и так далее. Ну, здесь вот у нас с вами шесть главных факторов, которые влияют на, именно на формирование условиях образовательного учреждения. Но, на мой взгляд, главное – это удовлетворенность потребностей личности в доверительном общении. Кто это общение, собственно, в образовательном учреждении осуществляет доверительное именно общение? Ну, на мой взгляд, и с учетом моего опыта, это два специалиста. Это классный руководитель или кто-то из учителей, которому ребенок испытывает наибольшее доверие. Ну, и педагог-психолог. В меньшей степени социальные педагоги, потому что они заняты с другими немножко делами. И на доверительные беседы, хотя вот в нашей школе социальным педагогам разговаривают так же, как и с психологом, педагогом-психологом. Следующее – это, ну, для меня по значимости, но равноценные они – это психологическая защищенность. Психологическая защищенность. В чем она заключается? Психологическая заключенность, она, вот почему они друг напротив друга, это отсутствие полностью любых видов насилия. Любых видов насилия. Естественно, что если ребенка, ну, вот сейчас очень широко обсуждается, им семинары проводятся, это буллинг. То есть это воздействие на ребенка любыми средствами, жестоко иногда, иногда просто элементарно вербальное, пассивное, бумажки какие-то, записки какие-то. Но то, что для нас с вами является, ну, уже пройденным этапом, и мы смотрим на это и говорим иногда детям, ну, пройдет это все, это все пройдет. Для него это сейчас. И когда он приходит ко мне с какими-то серьезными проблемами, я отношусь к этой серьезной проблеме, пытаясь что-то вспомнить. Ну, я люблю погружение вот это, когда мы начинаем с ребенком разговаривать на тех эмоциях, на тех чувствах, которые я тоже испытываю. Не просто я знаю о них, а я их испытываю. И в детстве, подростков, подростковом возрасте у каждого из нас было что-то похожее. Поэтому, естественно, что мы, когда я показываю, что я тоже знаю и была в этой ситуации, ребенок, естественно, больше доверяет мне и рассказывает. И действительно он начинает мне верить, что это пройдет. Но нельзя никогда отмахиваться от того, что он говорит. Он воспринимает это насилием. Он воспринимает. И сейчас его чувства главные. Поэтому, естественно, что да, я тебя понимаю. Давай поговорим. Давай. Да, это очень тяжело. Вот такие реплики, ну, не просто реплики, а именно то, что я действительно это понимаю. Потому что в моем детстве был бойкот. Мне объявили бойкот. С моей точки зрения несправедливо, но с точки зрения класса справедливо. Мама была завучем в школе, все сбежали, я осталась, чтобы не огорчать маму. И, естественно, что две недели со мной никто не разговаривал. Это было потрясающе просто по накалу страстей, обиды, страха, как я вернусь в школу. Это было что-то потрясающее, которое дало мне очень-очень много для будущей жизни, для того, чтобы понимать, что и это все пройдет. Но тогда это было горе. И я помню, мама даже разрешила мне целую неделю не ходить в школу, потому что понимала, что я просто туда не пойду. Выйти из дома выйду, но вернусь домой обязательно. Следующее. Это возможность высказаться в монолог, это поговорить с кем-то, ну и поучаствовать, может быть, в спорах каких-то, в каких-то дискуссиях. То есть не просто спонтанно где-то, а давать возможность детям выговориться, потому что иногда действительно выговориться, этого достаточно. Ситуация. У нас был ремонт во втором здании, и мы все ютились в очень маленьких комнатах. Единственным в школе, у кого был отдельный кабинет, это была я. Кабинет был очень маленький, где-то порядка 10 метров, но тем не менее мы там работали, мы там все делали. Перемена большая, распахивается дверь, заходят 7 девчонок из 7 класса, плюхаются на пуфики. Ольга Генриховна, мы пришли поговорить. Ну давайте поговорим. Ситуация такая вкратце. Они дружат с детского сада. Попали в один класс, очень действительно дружные, очень хорошо учатся, везде участвуют, но месяц назад в школу пришел новенький, очень симпатичный, не глупый, в их класс. И они все семеро влюбились в этого красавчика. А ссориться между собой не хочется, потому что дружба, они понимают, что дружба, это дружбе 10 лет. «Хорошо, я сижу, я говорю, что вы предлагаете, мальчик один, вас семеро». И вот тут началось обсуждение, в котором я, в принципе, не участвовала. Может быть, какие-то реплики я бросала, но их было 2-3, не больше. Они обсуждали это всю большую перемену, потом они встали, и с выводом того, что, а вообще стоило ли в него влюбляться и подвергать опасности их в такую мощную дружбу, удалились. Проблема была решена. Они просто выговорились, они высказали свою любовь, свою ценность каждого из них и спокойно ушли. Ситуация не повторялась, что там было дальше, я, честно говоря, не поинтересовалась. Следующее. Сотрудничество. Сотрудничество во всех его сферах абсолютно. Это и сотрудничество учитель, родитель, ребенок, дети, родители между собой. Обратила внимание, что в последнее время очень много конфликтов возникает на родительских собраниях. Невероятное количество, и даже вот эти конфликты. Многократно приходилось участвовать в этих родительских собраниях. Мне, потому что родители начинали такой бунт, такой руган, да нецензурный буквально фраз, в которых, в общем-то, приходилось действительно реально вмешиваться и реально эти ситуации разрешать. Это и взаимодействие между различными параллелями обучающихся. Это и взаимодействие не только с субъектами образовательного процесса, но и с теми органами взаимодействия, с которыми мы вынуждены. Это и МЧС, это и ОДН, и все-все-все-все прочее. Чем больше дети будут выходить из психологической безопасности, которая создается для них в школе, тем, естественно, больше будет шансов научиться бороться с теми угрозами, видеть и бороться с теми угрозами, которых в школе не может быть априори, или она просто-напросто скрыта, потому что взрослые стараются. Ну и это социально-психологическая значимость каждого субъекта образовательной среды. Иногда ученик обучается и выходит, и о нем практически никто не вспоминает. И естественно, что у него не остается впечатлений о школе, которые должны обязательно быть в жизни каждого человека. Обязательно должны остаться друзья школьные. И вот что удивительно, мы редко встречаемся, в этом году было 40 лет, как я закончила школу, и вы знаете, но в одноклассниках мы нашли абсолютно всех, те, кто живы, к сожалению, у нас уже есть ушедшие. И, ну да, мы встречаемся чаще по печальным, несколько компаний у нас есть, но какое счастье, когда встречаемся и начинаем что-то вспоминать. Это действительно вот те впечатления, которые создают фон нашей жизни. Как нам было в школе, хорошо или плохо. Детский сад забывается. Я из детского сада только помню, что у нас не было кроваток, а были раскладушки. И я единственное помню, очень ярко, что я этой раскладушкой прищемила палец. Было очень больно, обидно, и в садик я ходить не хотела, потому что я ходила только последний год. Но школа – это школа. Поэтому, естественно, что для каждого субъекта образовательной среды, для каждого, и для администрации, и для педагога-психолога, эта среда должна быть вот такой безопасной, комфортной. Ну и подходы к созданию психологически безопасной среды, то есть то, что вот на проектирование. Как можно спроектировать эту психологически безопасную среду? Ну, в общем-то, все эти подходы, они имеют право быть, но все-таки лучше, когда элементы того или другого подхода используются в совокупности друг с другом. Ну, самый простой и самый малопродуктивный для развития здоровой личности и дальнейшем адаптированности человека в окружающую среду – это ограждающий подход. Ну, понятно, оградили от всего, путем избегания опасности или более безопасную среду. Ну, где это, где создается отчасти используется? Ну, начальная школа, да? Там есть этот подход, и основан он на чем? На том, что начальная школа, как правило, или в отдельном здании, или на отдельных этажах занимается, куда старшеклассники не могут прийти. Для чего? Ну, для того, что это очень маленькие, а это очень большие. Большие бегут в кабинет, маленькие ползут в столовую. Поэтому могут просто толкнуть, нечаянно, не специально, но причинить определенный вред. Ну, и это может быть и речь какая-то не очень правильная, которую услышат малыши. Ну, наверное, вот в этом плане это ограждающий подход оправдан. То есть физическая какая-то определенная защищенность в данной ситуации. Но взаимодействие, естественно, что этот ребенок будет расти, он тоже будет большим. И вот тот негативный, вот мы с вами говорили, негативный, позитивный опыт, негативный опыт того, что ему было очень обидно, было очень больно, когда старшеклассник его толкнул, приведет к тому, что он будет очень внимательный в отношении более младшей, когда сам подрастет. Но для этого, естественно, необходимо разъяснение взрослых людей. Естественно, здесь необходимо, чтобы старшеклассник извинился, чтобы он видел, что он сделал это нечаянно. Но это будет зависеть от того уровня воспитанности в школе, который изначально будет закладываться с первого по старшие классы. Ну, это закрытые какие-то школы, частные школы. Ну, я сталкивалась с обучающимися из частных школ. Я не могу сказать, что это дети, которые формируются в безопасной среде, потому что там свои, не имея опыта и не имея возможности. Ведь сотрудничество должно постоянно расширяться. А если это закрытая школа частная и контингента там очень мало, вот сейчас работая в школе для глухих и слабослышащих, я очень хорошо это вижу, что чем больше мы вывозим детей куда-то, чем больше к нам приходят гости, тем, естественно, больше у них опыта. Потому что, ну, у нас такое условие. Я жестами не разговариваю. Я не разговариваю жестами. Мы с ними договорились, со старшеклассниками, что вам скоро заканчивать школу. Давайте я буду тем человеком, с которым вы встретились и с которым вам нужно как-то общаться. Давайте приспосабливаться. И я вас не понимаю, и вы меня не понимаете на первых порах. Давайте будем придумывать, как мы будем друг друга понимать. Вы знаете, честно говоря, вполне мы с ними понимаем, и они с удовольствием меня чему-то обучают. Они читают мою артикуляцию. Иногда, когда мы не можем понять, мы пишем записки. Но это вот такой своеобразный мой ход, для того, чтобы они смогли изучить. Потому что все разговаривают шестами. Дактиль, жестикуляция, артикуляция чтения. А когда они столкнутся со слышащими, они будут понимать, что слышащему человеку, ну, не понять, как он изображает это все. Тогда они просто берут листочек бумаги и пишут свою просьбу или пишут свои пожелания на этом листочке бумаги. Ограждать ни в коем случае нельзя. Следующий. Образовательный подход. Это обучение человека всем тем экстремальным ситуациям, признакам этих экстремальных ситуаций. Мы не берем только природные катаклизмы, хотя и это тоже дело в том, что почему часто очень проводятся эвакуации при пожаре. Ну, мы знаем вот эти огромные трагедии при пожарах, когда люди просто задохнулись. И, естественно, что чем более четко ребенок будет знать экстремальную вот такую ситуацию, тем быстрее он среагирует на уже подкорковых механизмах, не раздумывая об этом. Он четко знает. Он 25 раз прошел по этому коридору и вышел именно в эту дверь и стал именно туда, куда ему показали. Раз и навсегда. Ну, и те ситуации, естественно, психологического плана, конфликтные ситуации, которые достаточно много, они возникают, и это правильно, потому что в любом конфликте это не обязательно. Да, драки, хотя, конечно, мальчишки дерутся тоже, такое тоже бывает. Да и сейчас и девочки похлеще проявляют себя в этом плане. Но, тем не менее, мы будем использовать именно обучение. Обучать будем, как влиять на эту ситуацию, как выходить из нее, какие методы, ну, конфликт как можно разрешить. Раз, дал в пятак, да, все, проблема решена, я сильнее тебя, я тебе, у тебя кровь из носа, все, ты ко мне больше не подойдешь. Но проблема решена не будет, она будет так же. И ситуация была такая, вы уж извините, я вас немножко отвлекаю и примерами, потому что это примеры очень яркие, и именно к месту. Если бы я была его одноклассницей, я бы точно его побила, вот в пятом, в шестом классе. Точно, потому что это зануда и зануд Тимур был. Ну, сейчас уже взрослый человек, ему за 20 уже, просто прекрасный студент. Вот, ну, был занудом, был у нее период. Мама знала все это, мама не вмешивалась. Маме было очень больно его, ну, пока была начальная школа, его как-то там толкали, пинали, обзывали, ну, все эти ситуации мы старались разрешать. Ну, вот в конце пятого класса начались драки. Мама пришла, говорит, вы знаете, ну, честно говоря, мне его уже просто жалко, он каждый день приходит побитый. Шестеро ополчились против него, причем они из детского сада все вместе. Ну, делать что-то надо, вызвала всех семерых. У меня огромная игровая комната, я говорю, ну, туда идите, а тут у меня учитель начальной школы, Галина Владимировна, сидела. Я говорю, Галина Владимировна, позвоните, пожалуйста, медсестре, пусть сюда поднимется. А я говорю, а вы идите в ту комнату и теритесь там. В смысле, мы не деремся. Я говорю, ребят, давайте так, я много чего знаю и узнаю буквально через 5 минут. Вы это знаете, мы с вами знакомы очень давно. Идите туда, лучше побейте его там, медсестра его посмотрит, мы вызовем полицию и тогда дальше будет лучше. А то вы его встречаете где-то за углом, бьете, и мы ничего, он не может ничего доказать. Мы не деремся. Я говорю, давайте так, деретесь. И деретесь сильно, и бьете шестеро одного. Да, потому что он зануда, я говорю, да, я согласна, Тимур, зануда и зануда. Но дело в том, что шестеро на одного, это уже все нормы, все правила переходят. Что делать? Я говорю, идете на крыльцо, был май месяц, и сидите там, окно у меня выходило, как раз на крыльцо, выясняете, как вы будете дальше. Завтра я вас жду к себе. Часа полтора мне сидели, вопили, конечно, на этом крыльце, разобрать было сложно, потому что говорили все вместе, но на следующий день они пришли и сказали, мы поняли, мы драться не будем, но у нас условие, пусть Тимур прекратит занудничать. Но школу закончили достаточно дружно, Тимур осознал, вероятно, в тот момент, что действительно занудничать надо поменьше, но потом все это прекратилось, и школу они закончили очень хорошо. Сейчас он заканчивает колледж, вполне адекватный молодой человек. Следующий подход, это личностно развивающий подход. Здесь уже мы идем выше, мы обучили, создали какие-то определенные условия, действительно, которые мы должны создать, как рождающие. Ну и здесь мы развиваем те свойства, качества личности, которые позволят человеку уже самому противостоять тем и старым знакомым, и новым каким-то определенным ситуациям, в которых действительно придется защищаться. Но вот к этому времени мы будем уже формировать у него различные методы, способы психологической защиты, умение разговаривать, умение решать конфликты, снижение тревожности, агрессивности. То есть вот это как раз тот активный период подростковый, когда мы должны с подростком заниматься практически каждый день. Ну не мы конкретно педагоги, психологи или педагоги, а именно все специалисты. Ну и тогда, когда мы оградили от чего-то, показали, что мы рядом и мы защитим тебя, лучше это были бы физические какие-то воздействия, что мы защитим тебя адекватными мерами, образовали, дали те знания, которые необходимы ребенку, стали формировать уже личность в подростковом возрасте. Ну и созидательный подход, это те, то воспитание, которое позволяет человеку саморазвиваться. То есть вот то саморазвитие, которое, к сожалению, сейчас далеко не у всех и не в каждой школе используется. К сожалению, педагоги тоже люди и не все они могут знать. Ну в большей степени не предоставляется такой возможности. Ну и факторы риска формирования незащищенности образовательной среде, недостаточно обеспечения преподавательскими кадрами, материально-техническая база. Это вот как раз информация, конформация. То есть чем больше у нас средств, тем больше мы можем дать. Понимаете? То есть показать. Вот мы, у нас есть лаборатория занимательной биологии, так как я биолог, мы с ребятами занимаемся, мы делаем 3D модели, ну это так громко говорится, мы делаем просто модели из папье-маши, из пенопласта, делаем что-то. Это не просто, а естественно, что нам нужно же все это изучить. Нам нужно показать, как это сложно. Вот сейчас мы заканчиваем мир динозавров и начинаем пещеру для исторического человека. Это диалоги, потому что у меня по учебному плану это идет. Это очень интересно. Во-первых, это сотрудничество, это личностная значимость, потому что кто-то у нас очень хорошо лепит, кто-то у нас папье-маши очень хорошо умеет рельеф создавать, кто-то у нас любит сидеть в интернете и информацию нам поставляет, кто-то у нас очень хорошо рисует и делает нам различные эти эскизы. То есть вот вам, пожалуйста, любые способы материально-технической базы должны использоваться. Но недостаточно обеспечения преподавательскими, квалифицированными кадрами мы с вами это ощущаем повседневно. Низкая активность учащихся и педагогов. Чем занять детей? Тем, что вы умеете лучше всего. Мне это, я очень люблю, я люблю руками что-то делать помимо, я люблю вышивать, и вот мы сейчас будем делать с девочками-старшеклассницами, потому что у меня огромное количество пряжи, мы будем вязать носочки малышам, потому что они живут в интернате маленькие у нас, 10 человек, и мы 10 пар носочков тепленьких, красивых им свяжем. Мы займем? Займем. Мы сядем и будем разговаривать, и мы будем разговаривать, мы будем смотреть красивые модели, они увидят хорошую действительно пряжу, они поймут, что из этого получается. Потрачу я на это свое время? Да, я потрачу на это свое время и значительно. Почему? Ну, потому что мне это интересно, потому что я хочу, чтобы мои внуки жили, все жили вот в такой хорошей психологически защищенной и комфортной, не только образовательной среде. Несформированность социальных практических навыков, умений и опыта. Вот это очень видно по нашим деткам, потому что они слабослышащие глюки у нас, и вот эта ограниченность их общения между собой, к сожалению, не дает развиваться личности, но мы активно с этим боремся, мы активно развиваем это. Вся школа, весь коллектив нацелены именно на это. Дальше. Личностные, психологические характеристики участников учебно-воспитательного процесса. Чем больше проблем в этом плане, чем больше детей с такими проблемами, тем, естественно, проблем будет возникать. Это и агрессия, и конфликтности семьи, это низкий уровень познавательной активности, это противодействие подростковое. Здесь факторов очень и очень много. Ну и несформированность представления о профилактике психического и физического здоровья. Здесь нужно не просто, чтобы приходили лекторы, которых чему-то научили, здесь необходимы консультации психиатров, здесь необходимы лекции психиатров, психотерапевтов, хороших психологов, которые имеют практический опыт. И тогда, конечно же, взрослые люди, это родители и педагоги, администрация будут более серьезно относиться к этим вопросам. Ну, критерии, понятно, да, и как мы будем с вами судить о том, что действительно психологическую безопасность, мы с вами формируем улучшение здоровья, всех видов здоровья, повышение уровня психологической компетенции всех участников образовательного процесса, референтная значимость, групповая принадлежность обязательно, то есть я с гордостью говорю, что я закончила, ну, тогда это была школа номер 107, сейчас это лицей 107, ну, и очень интересная история нашей школы, я не знаю, и я действительно горжусь, что я там училась. Развитая система психологической помощи в образовательном учреждении, это квалификация психолога, и мы знаем с вами, что на каждого психолога положено у нас 500 детей, мы работаем с вами иногда и на полторы, и на 2001 человек, так же, как и в детском саду, естественно, что полностью все мы с вами не можем реализовать, но тем не менее надо стараться. Ну, и эмоциональное выгорание педагогов, мы уже говорили с вами на эту тему, это очень болезненный вопрос, и очень важный вопрос. Ну, здесь вы уже сами посмотрите, что нужно делать в отношении, для того, чтобы оценить безопасность, да, или выявить риски незащищенности в отношении обучающихся методики, но методики здесь произвольные, те, которые вы можете использовать, используете в своем плане родители, так же, это не значит, что нужно все методики использовать, но тем не менее, учителя, социальный педагог, администрация, педагог-психолог, ну, естественно, что основная, основные трудности это социальный педагог и социальный педагог-психолог, но методика я взяла здесь по Ирине Александровне, но дело в том, что вы сами прекрасно, вот так, что выявление угроз, оценка индекса и так далее, вы можете использовать все, что угодно, здесь и те тесты Филипса, пожалуйста, Спилбергера, Ханину для старшеклассников, агрессивность, вы можете взять просто индекс агрессивности, а можете распределить пока, какие виды агрессивности у ребенка проявляются или у взрослых, не говорим, ну и вот две книжечки, которые относятся и на которых, собственно говоря, построено, это в доступе в свободном интернете, посмотрите, и тренинги психологической безопасности, сколь понятно, что это 2002 год, там немножко все другое, но те упражнения, которые представлены, они, вы прекрасно понимаете, они являются универсальными, и, в общем-то, занятия построить с их использованием можно. Ну, обратную связь я вам давала в прошлый раз, ну и сейчас я немножечко посмотрю по поводу вопросов, есть ли вопросы. вопросов, вопросов больше вам спасибо за то, что вы так отзываетесь, вот, видите, вот, пожалуйста, вот, ответ этот, кружево плести, да, я, я увею вологодское кружево плести, ну, правда, давно уже никак сесть не могу, но детям пока не могу это я предоставить, дорогостоящие достаточно все это дело, дети у нас, все 104 ребенка, это дети-инвалиды, поэтому пока я решила на вязание остановиться и на вот этих наших 3D-моделях. Тема действительно очень актуальная, здесь, конечно, нужно раскрывать все виды прежде всего насилия обязательно, а потому что насилие сейчас, к сожалению, носит не физически в большей степени характер, а вот правильно вы проговорите здесь, из семьи, естественно, что семейные взаимоотношения, естественно, это не могу поймать вопросы. Так, в последнее время актуализируется понятие информационная среда, которая в большей степени агрессивна. В школе, в УЗИ мы можем создать благоприятные, ну, это вот, понимаете, в школе, в УЗИ, это опять же мы создаем ограничения, то есть ограждения, но с учетом новых реалий за пределами образовательного учреждения можно говорить об безопасности. Можем ли мы обеспечить защиту от агрессивных, здесь мы только можем ограничить в детском возрасте, то есть дать именно ту информационную среду, в которой ребенок будет развиваться, и на основе вот этого развития мы сможем построить психологически защищенную, есть такое понятие, психологическая защита. Вот формируя психологическую защиту, мы с вами сможем не оградить, а научить ребенка противодействовать этой агрессии, ну, а дома просто не включать агрессивные каналы, пока хотя бы ребенок находится под вашим постоянным контролем. Потом, когда он идет в школу, ну, дайте телефон, который просто будет телефоном, а если он самодостаточен, удовлетворен, защищен и имеет возможность высказываться, ему не нужен будет супер смартфон, и он будет своим одноклассникам авторитетно заявлять, что у него есть время для того, чтобы сидеть дома, у него очень хороший компьютер, но сейчас он его отвлекает. Так что вот можно вот таким только образом, но ни в коем случае мы не сможем с вами оградить. Пытаются люди, к сожалению, но не получается. Это и не получится. Пожалуйста, задавайте вопросы в предыдущем, ну, я могу телефон продиктовать, или в предыдущей презентации я обратную связь писала, и, к счастью, я ее получила. Большое вам спасибо, большое спасибо. Честно говоря, не понимаю, заниматься или не заниматься проектированием психологической среды. Проектирование, проект это очень много. И работать в создании этого проекта будет вся школа. но уже элементы психологически безопасной среды и большинство из тех, которые необходимы, в каждой школе есть. Просто вы можете создать что-то свое, что отвлечет детей, и что, ну, например, в школе у нас сейчас создается школьное телевидение. На очень примитивном уровне, но оно создается. И это тоже элементы очень большие, которые мы будем стягивать вот именно все понятие психологической безопасности. Там дети смогут и высказываться, там будут транслироваться какие-то дискуссии, круглые столы, экскурсии, куда мы пойдем, репортажи будут проводить сами дети. То есть вот все элементы, которые мы с вами шесть смотрели, мы с вами будем реализовывать через школьное телевидение. Это проект пока у нас это такой проект. Это проект психологически комфортной среды для детей, часть из которых находится в интернате с 5 дней в неделю. У меня все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok